В Азербайджане постепенно зреет скандал, который, если не выплеснется в публичную плоскость, то точно повлияет на дальнейшее самочувствие как РФ, так и персонально товарища Путина. Сейчас его никто не раздувает, потому что Баку координирует позицию с Турцией и частично Великобританией. А там знают, как подороже продать такой товар. Лондон слишком долго был империей с огромным плечом в Азии и неплохо разбирается в тонкостях восточной политики. Мы мало знаем о том, как развивались события на армяно-азербайджанской войне и внимательно отслеживали только последний акт – прошлогодние осени. Тогда стартовала активная фаза, а началось все раньше, в 2016 году. Тогда в апреле произошла драка, известная как четырехдневная война. В ходе столкновений азербайджанцы впервые применили новые образцы вооружений, что для армян оказалось сюрпризом, в связи с чем они понесли неожиданно большие потери. Как всегда, на горизонте появился миротворец в виде Путина, и дальнейшего продолжения сражения не получилось. Что характерно, РФ всегда поет песни о мире, когда его сателлитам фигурально накладывают по щекам. И никогда, если у подшефных, все получается. Но в этот раз армянским ихтамнетам стало особенно обидно. Они себя возомнили непобедимыми воинами, которых все боятся, а тут их неприлично отымели, и даже не стали делать из этого какую-то героическую сагу. Ничего особенного не случилось, за двух сотили и все. И тогда Ереван выдвинул Москве претензию, что несмотря на невыносимую ценность Армении как стратегического партнера, Путин поставляет им старый хлам, с которым уже нельзя успешно действовать в современной войне. Сказано – сделано. И РФ поставила в Армению ракеты «Искандер». Руководство Армении тут же принялось возить ракеты по парадам, чтобы все видели, какие они теперь крутые пацаны. Но даже такая тема со временем теряет свежесть и отходит на второй план. Так оно все и было до осенней двадцатидневной войны, где азербайджанская армия размолотила армян с таким постыдным счетом, что если бы снова не вмешалась РФ, то азербайджанские военные принимали бы капитуляцию прямо в Ереване. Но в ходе этой драки, когда армянам стало как-то особенно грустно, они отстрелялись по наступающему противнику ракетами. Тогда не было данных о том, что в числе тех ракет был «Искандер». И вот недавно в освобожденной Шуше были обнаружены фрагменты ракеты, которые позволили идентифицировать ее тип. Этой ракетой оказался тот самый «Искандер», причем некоторые детали позволили вычислить тот факт, что ракета была изготовлена для собственных вооруженных сил, и это был не экспортный вариант изделия. То есть это именно тот «Искандер», который у них время от времени, смеется. По крайней мере, об этом говорит экс-советник президента Азербайджана Эльдар Намазов. Он подчеркнул, что такой вариант способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть, и применение такой ракеты не может остаться без внимания. Более того, даже передвижение таких ракет вблизи российских границ не остается без внимания и ответных действий со стороны соседних государств. Считалось, что такой РФ не выпускает со своей территории. Но вот обломки ракеты обнаруживаются в азербайджанской Шуше. Ситуация щекотливая, и самое неприятное то, что эту карту можно разыграть в любой момент. И что еще для Москвы неприятно? Будь у нее такой козырь, она бы его разыграла тут же. А вот оппоненты улыбаются и подсылают журналистов, как бы с наивными вопросами об инциденте. Так, согласно азербайджанскому изданию Минвал, на вопрос о том, как обломки ракеты Искандер-М оказались на окраине Шуши, пресс-секретарь Путина Песков привычно ответил, а черт его знает товарищ майор. Поскольку он все же является глашатаем Путина, то ответил и за него, в том плане, что ему ни о чем таком не нашушукали. «Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали по линии военных Путину, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом». «То есть Путину открыто говорят о том, что ваша ракета улетела в Азербайджан, а Песков говорит, что если военные не докладывали об этом Путину, то значит и не было ничего такого. А что вы там показываете за обломки, нам и не интересно вообще. Может и пускал кто-то что-то куда-то, но мы здесь ни при чем. Тем более никто не проверял основной версии. Может это Зинка наделала». Но журналисты не унимались и, согласно указанному изданию, продолжали доставать Пескова. Вот как это выглядело. При этом журналист обратил внимание Пескова, что в Баку заявили о том, что, судя по маркировке, эти ракеты не являлись экспортным вариантом, а были предназначены для использования российскими военными. Отвечая на вопрос, применялись ли искандеры во время Карабахского конфликта, Песков сказал, что «Вы помните историю с искандерами, что они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено». У пресс-секретаря президента также поинтересовались, есть ли в Кремле понимание, откуда могла появиться ракета от Искандера, об обнаружении обломков которой заявили в Азербайджане. «Нет, мы не располагаем такой информацией», сказал Песков. «Не правда ли, очень интересная ситуация получается. Вне границ РФ гуляет оружие, которое в такой модификации не должно покидать ее территорию, хотя бы потому, что по сути это носитель ядерного оружия, который в виде опции может снабжаться и обычной боеголовкой». Но фокус в том, что разница между носителем ядерного оружия для своих нужд и экспортным вариантом довольно существенна, и она состоит не только в каких-то тактических преимуществах, но и в, безусловно, большей надежности всего изделия, которое предназначено для таких целей. Проще говоря, там будет использоваться лучшая и более дорогая элементная база, какие-то системы будут дублироваться, и понятно, что будут применяться более дорогие материалы. Все это к тому, что использовать такие ракеты просто для того, чтобы закинуть заряд обычной взрывчатки, это, как говорят в академических кругах, все равно, что пиво без водки. То есть все это – очень странное происшествие, которое можно вывернуть в любую сторону. А на поверхности лежит два одинаково неприятных варианта того, как эта ракета прилетела в Шушу. Первый состоит в том, что РФ уже начала экспорт ракет, заточенных под доставку ядерного оружия. Если она это поставила Армении, то неизвестно, куда еще они ушли и у какого маньяка уже оказались эти игрушки. Такой расклад будет стоить Путину очень дорого и может оказаться неприемлемым даже для Берлина и Парижа, которые считают Путина еще не окончательно свихнувшимся. Ну а второй вариант не лучше. Если все же армянам поставили экспортный, облегченный вариант Искандера, то это значит, что по Азербайджану отстрелялись российские военные. А это уже казус Белли. Оно, конечно, понятно, что Азербайджан не пойдет войной на Москву. Но и не забудет это сто процентов. Азербайджан 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 Азербайджан